Ситуацию с паводками рассмотрели на заседании районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Участники обсудили меры по предупреждению паводков в положении дел с пожарами. В заседании, прошедшем под руководством главы района Заураха Мирзова, приняли участие представители МЧС, лесничества, начальники управления администрации района, главы сельских поселений. По первому вопросу, повестки дня о подготовке к безаварийному пропуску весенне-летнего половодия, защите населения и территории от затопления в 2023 году, должил начальник отдела по делам ГОЧС Николай Зверев. По данным полносрочного прогноза Адыгейского гидромедцентра, в 2023 году существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных высоким уровнем воды. Основным фактором, влияющим на величину максимального уровня подъема воды, является высота снежного покрова, запас воды в снеге, глубина промерзания почвы и атмосферные осадки, которые проходят над территорией Республики Адыгей и Краснодарского окраина. В районе опасность могут представлять сильные продолжительные осадки в виде дождя, которые будут способствовать подъему уровня воды в реках Хоц, Фас и Чехрак. Основной подъем уровня воды в реке Лаба осуществляется за счет таяния снега в горах. По состоянию на 17 марта 2023 года, паводковая обстановка на территории Кашхабского района стабильная. Наблюдаются небольшие колебания уровня воды без достижения неблагоприятных отметок. Было отмечено, что в Кашхабском районе в соответствии с планом планируется проведение следующих превентивных мероприятий – расчистка от ила, камней, горчей, водосточных каналов, очистка шлюзов, расчистка подмостовых территорий и т.д. О проводимых на своих территориях противопаводковых мероприятий доложили заместитель главы Аула Ходз, а также главы майского, игнатьевского, бличепсинского сельских поселений. Начальник Кашхабского пожарно-спасательного гарнизона Артур Миритуков проинформировал присутствующих об оперативной обстановке с пожарами за 2022 год и усилении пожарной безопасности в муниципальном образовании в текущем году. За 2022 год пожарные подразделения пожарно-спасательного гарнизона совершили 128 вызов, за 2021 год – 67, что увеличилось на 61, на 106%. Учетных пожаров у нас за 2022 год – 35, за 2021 – 24, у нас 46% увеличение. Оружных вызовов у нас 19, в 2022 году в 2021 году у нас 10, увеличение на 48% и 4. Оказание помощи у нас в 2022 году 2, в 2021 – 10, уменьшение на 80%. Выездов в ДТП у нас 11, на 21 у нас получается 21, что уменьшилось на 52,3%. Количество пострадавших у нас в том году 2, в 2021 году 3, погибших в 2022 году 1 и в 2021 году тоже 1. Привлечено к административной ответственности 20 градусов. Пожарная обстановка в муниципальном образовании с начала 2023 года. За отчетный период пожарными подразделениями пожарно-спасательного гарнизона совершилось 30 вызовов. В 2022 году – 11, что у нас на 173% вызов на пожар увеличено. Учетных пожаров 6, в том году 6, ложных вызовов 11, в том году 19, оказание помощи 2, 2, вызов на ДТП 3, 2, увеличение на 33, 3%. Количество пострадавших – 0, погибших – 1. Особое внимание глава района обратил на недопустимость сжигания стерней и сухой растительности на полях района, что непременно повлечет за собой административные штрафы. В ходе заседания также был рассмотрен вопрос участия школьников района во Всероссийском детско-юношеском общественном движении «Школа безопасности».